Здравствуйте, Оксана Александровна. Первый вопрос к вам совершенно такой же, как ко всем предшественникам вашим у нас здесь, кто приходил депутат в гости. Скажите, почему вы вообще решили стать депутатом? Зачем вам? Ну неужели жизнь скучная была? Я сейчас, получается, второй созыв. До этого я выиграла в доп. выборах, и у меня было три года. То есть три таких непростых, интересных, в таком ритме, темпе года мы отработали потрясающей командой. Было много сделано дел. Это вот парки, и с дорогами мы решали какие-то вопросы. Я поняла, что еще осталось очень много недоделанных. То есть в моем округе, допустим, это вот с освещением вопрос подвисал, с водоканалом. И сейчас надеемся, что по концессии, которая зайдет, какие-то сети у нас поменяются. То есть вот как-то надо закончить. Ну да, закончить. Но почему возникло желание начать? Даже мы говорим не об этих выборах, которые вот в 2020 году, а о предыдущих. То есть людей очень это волнует, и я их понимаю прекрасно. Они говорят, ну вот отчего люди так рвутся в этот горсовет? Да иногда там и локтями толкаются в ходе предвыборной кампании. Там же даже денег-то не платят. Там вот зачем? Что человек был как бы успешным руководителем, но большинство наших депутатов – это руководители в той или иной сфере. И вдруг он решает, что вот я еще буду бесплатно работать. Вот для чего? Я не буду скрывать, мне сделали предложение. Я очень долго думала, надо мне это или нет. Я сказала, ну дайте я ночь с этой мыслью переживу. Мы с семьей советовались, но все-таки решили, что да, попробую. Попробую. Каждый раз меняя зону комфортности, это какой-то рост определенный у человека. И я попробовала, у меня получилось. А вот вы сказали, вам предложили, кто предложил? Это партия или это какие-то конкретные люди из руководства города? Мне сделали предложение из партии. А вы член Единой России? На тот момент я была не член Единой России. Я пошла на праймерис. Я была вторая. Лидер снялся с выборов. То есть я получилась как сторонница партии. Я выиграла. Я вступила в партию. И я член Единой России. И мне нравится та команда, которая вокруг меня. У нас много критикуют. Много. Но я считаю, что это команда реальных дел. И люди, которые там со мной вместе, это реально интересные люди. Это люди, которые ставят задачу и выполняют эту задачу. Не занимаясь популизмом, не отвлекаясь на твое-мое. И мы должны писать законотворчество. Да, конечно, это прежде наша функция. Но мы можем также выйти и организовать субботник. И нужно помочь и волонтерам, и многодетные, и инвалиды. То есть мы не смотрим на это. Ах, это наша задача. Ах, это не наша задача. Мы это сделали. Вопрос закрыли. Идем дальше. А вот, кстати, вы сейчас сказали про команду, про партию. Здесь интересный такой момент. В последнее время в Горсовете, мы понимаем здесь, какими событиями, там очень сильно обсуждается, очень активно обсуждается вопрос партийной дисциплины и принятия консолидированных решений. Но, с одной стороны, там все понятно. Коли ты от партии прошел в Горсовет, если она тебя поддержала, ты, наверное, должен поддерживать вот это консолидированное решение, как твои товарищи по партии решили, так и голосовать. Логика в этом, безусловно, есть. Но при этом, как мы видим, некоторых ваших коллег и однопартийцев, вот это тяготит. Вот скажите, у вас были ситуации, когда вы понимали, что как член партии вы обязаны поддержать какое-то решение, но что-то в душе такое было, что, ну вот, не очень легко вам это решение далось. Да я вам хочу сказать про каждого, наверное, из своих коллег, что такое у многих бывает, внутри какой-то внутренний конфликт, что, да, ты думаешь вот так, но порой приходится принимать это решение непопулярное, зная уже, что пройдет какое-то определенное время, и результат будет именно такой. У нас такое бывает. А то, что консолидированное решение, и это все правильно, потому что, да, удобно, да, вот мы вот с партией выиграли, ой, нам так удобно, так хорошо, все хорошо. А когда идет зона ответственности, принятие решения, и вот тут начинается. Ну да, понимаю. И, кстати говоря, вот о непопулярных решениях, понятно, что приходилось их принимать, и, наверное, был какой-то отклик со стороны избирателей, тем более у вас округ такой, поселок Первомайский, это, ну, не в обиду никому, это такая, ну да, и Новоказачий, кстати, это такое, в общем, почти сельская местность, все друг друга знают, все дружны, и, наверное, вот этот отклик приходит очень быстро. Как-то вот были какие-то негативные отзывы, негативные эмоции получали от своих избирателей? Вот вы правильно заметили, что мы немножко как сельские, мы все друг другу соседи, мы по-соседски можем повздорить, естественно, ко мне приходят на прием с возмущением, могут высказать, там, тут не так, тут не так, света нет, гельмель виновата, там, колонка не работает, гельмель виновата, там, что-то в политических решениях гельмель виновата. Ну, если кто-то попробует меня там как-то обидеть внутри, вот, то тоже за гельмель они и заступятся. Ну, это хорошо. Оксана Александровна, еще такой вопрос. До сих пор вы были предыдущие три года, были просто депутатом, и вы, ну, известно, занимались бизнесом. У вас есть компания, которую создал ваш отец, Александр Кострыкин, его многие горчане помнят. Вы руководили этой компанией. Сейчас вы уже зампредседателя горсовета, и вы не можете заниматься предпринимательской деятельностью, руководить вот предприятиями. Как этот вопрос решался? То есть, вы передали компанию куда-то, избавились от нее? Ей занимается муж и сын. А вообще, это решение как-то вам давалось легко, тяжело? Ну, это было немножко неожиданно. Мне предложение сделала Галина Андреевна, ей работать в горсовете. И вот она мне сделала предложение. Я опять же посоветовала своей семьей, и мы решили новый этап попробовать именно в этом направлении. Еще одну зону комфортности покинуть, и попробовать в этой истории. Вот, кстати, про Галину Андреевну, вернее, в связи с этим хотел вас спросить. Многие сейчас бурчат. Да вот, матриархат, матриархат у нас в горсовете. То есть, никогда не было у нас председателя горсовета. Вроде бы, насколько мне, по крайней мере, известно, в истории Орска женщин не было. А тут вот и председатель, и зам, дамы. Как-то вот вы сталкиваетесь с недовольством со стороны мужской части депутатского корпуса, нет? Ну, в открытую нет. Но так видно, что не очень нравится. Ну, не все любят, да. Мужчины состоявшиеся подчиняться женщине, конечно. Ну, и вопрос, наверное, последний. Скажите, каким вы видите Орск, ну, лет через 20? Вот всегда интересно, к чему вы стремитесь, как народные избранники. Как вам, каким вам хотелось бы видеть наш Орск в какой-то перспективе? Каким хотела бы я видеть свой город? Конечно, безусловно, чтобы работала промышленность, развивался бизнес. Чтобы молодежь не уезжала. Тогда, понятно, она не будет уезжать, будут рабочие места. У нас своеобразный город, он протяженный. И еще он поселковый. У нас есть Первомайский, ОЗТП поселок, Мясокомбинат, Никель. Вот мне бы хотелось, чтобы в каждом из этих поселков было такое место притяжения, где могли бы жители собраться. Вот у нас прекрасно, да, парк строителей. Вот мне хотелось, чтобы в каждом поселке, не то чтобы был парк строителей, но какое-то место притяжения, для, ну, вот именно для, кто там живет. Чтобы они могли прийти, отдохнуть, пообщаться. Людям катастрофически не хватает общения. Вы знаете, когда вот мы там проводили свои праздники до пандемии, которая изменила кардинально нашу жизнь, и сейчас ты понимаешь, насколько тебе не хватает этого общения, и люди понимают. И когда они приходили на эти праздники, заводчане, которые, никельщики, да, они знали друг друга, они же там семьями, поколениями. И когда они приходили, вот я реально радовалась. Они так преображались, у них глаза горели, они с друг другом общались. То есть, нужны такие места, какие-то парки, скверы, площадочки, чтобы каждому возрасту было интересно, чтобы они могли просто отдохнуть. Какие-то условия для максимально комфортной, для проживания. Хорошо, спасибо. Спасибо.